итак друзья мы с вами сверстали наш навбар с помощью соответствующего компонента одноименного в бутстрапе навбар и как видите это было достаточно просто и и быстро а вот поэтому это еще один плюс в копилку бутстрапа и плюс к его использованию что касается адаптивности то у нас шаблон уже изначально адаптивен как видите у нас сворачивается я уже это показывал ну и здесь есть отступ этот самый маржин который я сделал 50 пикселей мы его чуть позже с вами уберем когда будем работать с нюансами адаптивности нашего макета также и вот таки переименовал из меминов минимум и еще я с вами пожалуйста вот тут символ уберу в исходниках его проложил просто здесь он не немножко кажется мешает так хорошо движемся дальше следующий момент который мы с вами будем реализовывать это вот это вот картинка здесь это просто картинка но мы с вами сделаем слайдер давайте мы вырежем эту самую картинку единственная и немножко обрежу все же поскольку она вот здесь вот сверху как видим она здесь белая вот здесь вот да вот и визуально получается достаточно большой отступ от менюшки от навбара до самой области картинки вот поэтому и все же возьму на себя смелость и обрежу так где тут у меня инструмент рамка ну вот примерно так мы поступим само изображение вы также можете вырезать ну а можете соответственно взять из исходников сохранить для веб как чпк сохраним и вот здесь вот создадим папку им же назовем его как например хедер им же отлично изображение сохранено теперь нам необходимо необходим сам компонент слайдера или карусель как он называется в бутстрапе давайте перейдем в раздел компонентов карусель ну и здесь вот такой вот слайдер представлен давайте мы возьмем его код и добавим в нашу разметку так хорошо сохраним посмотрим но здесь вот появились три точки которые если мы пригодимся вот где-то здесь наведем да вот они ездят если вам это видно конечно же три точки вот вместо сорса картинок вот аль здесь стоит и они показываются каким картинками сейчас поставим давайте пока что удалим вот эти вот две поставим нашу картинку значит здесь у нас будет и м же хедер и м же так вот он наша картиночка она занимает всю ширину нам это не нужно нам нужно чтобы она у нее были отступы да то есть ее нужно заключить контейнер еще на что я здесь обратил внимание на то что как бы картинка и сам навбар он больше чем область контента вот но мы все же с вами сделаем их одинаковым поскольку мы работаем с бутстрапом и у бутстрапа есть контейнер который одинаков для всех элементов соответственно у нас будет все вот так вот аккуратненько ровненько выравниваться по одной ширине если для вас критично если вы верстать реальный макет допустим и заказчик требует чтобы вот требовал бы то чтобы вот это вот область была больше а это меньше ну соответственно вам здесь нужен какой-то свой контейнер был бы то есть не бы страбовский класс контейнера какой-то свой там раппер допустим который больше пушкине и соответственно в него вам нужно было бы заключить навбар и слайдер либо картинку так давайте мы здесь добавим контейнер и дополнительно еще класс давайте слайдер мало ли может потребуется нам так замечательно и чтобы было с чем работать давайте вообще посмотрим да вот теперь у нас слайдер в контейнер если приглядеть здесь видно вот эти вот стрелочки но у нас только один слайд и не помешает поставить еще один слайд давайте мы это сделаем возьмем сайта лорем пиксом подключим какое-нибудь изображение ну стилистики нашего сайта это изображение должно быть таким сереньким поэтому возьмем такой вариант и посмотрим размеры нашего изображения значит это 1062 на 501 продублируем данный код ставим source нашего изображения и ширина 1062 на 501 что касается обертки здесь мы видим есть класс карусель item и класс актив класс актив должен стоять только вот у вас лайда который должен показываться изначально то есть вот этот вот сохраним взглянем ну вот они наши слайды крутятся по умолчанию они вот таким вот образом перелистывается мне больше нравится эффект растворения для того чтобы добавить этот эффект вот мы перейдем в подраздел кросс фэйт и для того чтобы его реализовать достаточно добавить после классов карусель и слайд еще класс карусель фэйт добавим его теперь получили вот такой вот более как мне кажется современный симпатичный эффект фэйт эффект растворения так ну и что еще хочу добавить это пожалуй еще индикаторы сколько у нас есть слайдов в данном элементе в данном слайдере перейдем в раздел with indicators вот такие вот индикаторы вот и добавляются они вот таким вот образом скопируем и вставим перед карусель inner и подравляем у нас два слайда поэтому лишним берем он такие вот симпатичные индикаторы у нас появились которые почему-то не работают почему не работает давайте посмотрим у нас здесь вся работа построена на связи айтишников и якорей значит по умолчанию вот первый код который скопировал здесь айтишник карусель example controls и вот здесь вот якоря а здесь карусель example indicators другой пример поэтому другие вот айтишники чтобы они пересекались с прочими примерами bootstrap соответственно другие айтишники используют для того или иного примера логично поменять здесь на какой-нибудь там слайдер и поменять везде это вот давайте так и сделаем наверное так слайдер и соответственно его поставить вот здесь вот и вот здесь вот так этот вариант работает и этот вариант тоже теперь работает замечательно ну что же наш слайдер готов и давайте поставим какой-нибудь текст как видим он достаточно близко расположен текст расположен от слайдера нам это не нужно у нас согласно макету достаточно большие расстояния а давайте мы добавим допустим пикселей 50 на самом деле здесь побольше по моему здесь вот почти 100 пикселей или около 100 пикселей ну мне кажется это большое расстояние поэтому я вот лично для себя его уменьшу вы можете поступать по-своему так значит для класса слайдер который мы обернули наш слайдер мы добавим margin bottom 50 пикселей ну и вот теперь наш текст будет располагаться вот здесь конечно же когда мы обернем контейнер ну вот отступ уже какой-то есть посмотрим как все это дело адаптируется мы видим что все замечательно меню мы чуть позже поправим ну что же слайдер у нас готов и как видите реализовать его было достаточно просто с bootstrap нам не пришлось лезть ни на те сторонние сайты искать какие-то там другие слайдеры типа ол карусель него слайдер и так далее достаточно много хотя если ваш проект требует другого слайдера или вы привыкли работать с другим слайдером и вам нравится что-то другое а то никто не мешает вам подключить свой слайдер и использовать его в место карусели bootstrap а но если вам без разницы в принципе то как видите bootstrap предлагает данный компонент и пользоваться им достаточно просто и удобно на этом текущий урок мы с вами завершаем и следующем продолжим